Открытая студия Сегодня пообщаемся о оригинальном конкурсе Мурманск Тревел Сувенир Что это такое? Какое интересное углоязычное название Что в себя вмещает этот конкурс Когда он будет проходить, для кого Какие цели преследуют Все это в следующие 28 минут прямого эфира С одной небольшой оговоркой В самом начале нужно отвлечься, чтобы напомнить Нашим радиослушателям и телезрителям о том, что мы говорим в прямом эфире А это значит, что у каждого есть возможность К нашей беседе присоединиться Либо дозвонишься по номеру телефона 99-45-45 Либо отправишь сообщение на один из наших интернет-мессенджеров Телеграм и Вайбер привязаны к номеру Плюс 7, 921-708-2006 И второй момент отвлечения Это традиционный дайджест новостей Итак, в Мурманске начинается долгожданное потепление Хотя сегодня с утра было всего плюс 6 градусов По данным Мурманского гидромедцентра 20 июня на территории области Ожидается облачное с прояснением погода Местами пройдет небольшой дождь Температура воздуха составит плюс 8, плюс 13 градусов Дальше погода будет улучшаться И в выходные, если верить долгосрочному прогнозу Воздух прогреется до плюс 20 градусов Отличная новость Следующим волонтерам все-таки удалось поймать Собак, который выжил в трагическом ДТП Авария произошла 20 мая под Кандалакшей В ней погибли 3 человека Еще в машине находились кот и собака Кота удалось быстро найти А черный шнауцер по имени Гера испугался и сбежала Ее выслеживали больше месяца Иногда собака выходила к людям Ее видели у дороги Но все попытки приблизиться к животному Заканчивались его бегством За волонтера использовали все доступные средства От объявлений со светяк до запуска квадрокоптеров И вот наконец Гера попала в специальную ловушку С собакой все более или менее хорошо Правда она сильно вымоталась и заработала несколько ссадин И последняя новость Организаторы седьмого арктического фестиваля Териберка Объявили последнего из пяти хедлайнеров мероприятия Для жителей Мурманской области выступит известная певица Линда Помимо Линды в фестивале также примут участие Вельвет, The Hatters, диско-панк-группа Cheezy People А также битмейкер-исполнительница хип-хопа Dramatics Напомню, седьмой арктический фестиваль Териберка Пройдет 16 и 17 июля Все, с новостями покончили Можем приступать к нашей беседе Итак, лучшие создатели сувенирной продукции нашего региона Я так понимаю, что именно они являются целевой аудиторией участников Они представят и продемонстрируют свою продукцию на Мурманск Тревел Сувенир Конкурс региональный То есть достаточно обширный характер Он носит в плане географии Начнем с самых верхов Чья идея? Это впервые такой конкурс проходит? Да, действительно, конкурс проводится впервые Это региональный конкурс, который проводится Комитетом по туризму Мурманской области И Туристским информационным центром региона Наша задача была выявить те сувениры Которые действительно могут стать образцом и якорем Которые будут увозить с собой туристы Чтобы сохранить те воспоминания и эмоции Которые они получили в путешествии по нашей Необъятной малой родине Малой родине, да, абсолютно верно Такая фишечка идентификации, да, вот что-то такое Что у человека определенно будет ассоциироваться именно с Мурманском Да, абсолютно верно Мы также ставим перед собой задачи расширения ассортимента В тех сувенирных магазинах, которые работают на территории региона Мы ставим для себя цель Воссоздать новые какие-то идеи И открыть новые тренды для тех предпринимателей Которые уже сейчас работают в регионе И продают сувенирную продукцию А также мы хотим наладить коммуникацию Между поставщиками и продавцами этих сувениров Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем Что многие продавцы даже не знают, где брать сувениры И из-за этого происходит такой небольшой дисбаланс Спрос есть, а предложения не хватает Вот, кажется, хотел поинтересоваться относительно спроса Я просто, я из тех людей, которые покупают сувениры Только если жена сказала, мы обещали кому-то взять магнитик Вот, но я знаю, что очень многие люди сувенированную продукцию любят Ну, и я понимаю, почему Это воспоминания о том месте, где ты побывал Плюс иногда это просто сам по себе очень интересный предмет Там с точки зрения дизайна Или там какого-то его оттенков эмоционального характера Ну, то есть это весело, в конце концов Какая-то там безделушка Или вещь, которую можно прям гордиться Домом поставить Вот смотрите, какая необычная экспозиция у меня теперь в квартире, в прихожей Но в рамках нашего региона Вот наверняка есть какая-то статистика Бесточных цифр Наверняка этот вопрос просто мониторился Спрос действительно большой Еще одна небольшая ремарка Я вспоминаю, как лет, наверное, 7 назад Я наблюдал, очень часто приходилось улетать из города И я наблюдал в Мурманском аэропорту Среди вот там стоял большой стенд сувенирной продукции Потрясающую шкуру медведя Она, кажется, вокруг нее строился аэропорт Насколько я полагаю Потому что до момента, пока этот стенд стоял Шкура оставалась на месте И я тогда подумал, что, видимо, сувениры Ну, не так уж шибко расходятся Как, например, в какой-нибудь, не знаю, там Восточной волшебной Турции Потому что, ну, в смысле, ты был за границей И не привез домой сувенир, там, бабушке, дедушке, маме, папе Как у нас с этим дела? Сувениры действительно пользуются спросом И многие хотят с собой везти Что касается шкуры медведя Она, к сожалению, очень большая И поэтому не все туристы готовы с собой возить крупные сувениры Да, у меня к ней, в принципе, много вопросов По размеру Это можно даже не пояснять Сейчас действительно много позиций Которые выходят в топ По сувенирам из Мурманской области На одной из лидирующих позиций занимают чипсы из Ягеля Например, которые делает один из рестораторов Мурманской области Из Полярных Зарей Пиринга и Ягельская ресторан Действительно, такой арктический фастфуд Сувенир, который разошелся уже по территории России Это экзотично И, кстати, в продолжение арктической кухни Это единственная региональная кухня Которая была представлена на отдельной сессии Петербургского международного экономического форума И как раз таки о чипсах из Ягеля Как об успешной практике там тоже мы говорили Вот представьте себе, друзья Несколько лет назад еще такую ситуацию Когда на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Будут обсуждать чипсы Но, тем не менее, я с вами соглашусь Арктическая кухня Это серьезный тренд Он очень хорошо разошелся даже за пределы России Поэтому вполне обосновано все внимание Какой-то новой продукции, которая входит в этот сегмент Но это съедобные сувениры Это съедобные, да Если продолжать съедобную тематику То, конечно же, соусы из ягод, которые делают у нас в Мурманске Это рыба копченая В вакууме ее с удовольствием все берут Если мы уходим от темы гастрономических сувениров То это, конечно, обереги кольных народов В первую очередь, саамов И брендированная одежда Так или иначе, многие гости, когда приезжают к нам в регион Они, оказывается, не готовы И утепляются И покупают именно одежду Стериберка, Север, все что угодно Чтобы сохранить это А потом их ходить, продвигать регион То есть вот тоже интересовало меня Ну, ни для кого не секрет И это вполне нормально, что одежда продвигается Вот именно наша логотипированная Назовем ее так самыми различными способами От политических высказываний до костюмов Которые приобретают или отдаются в дар В качестве сувениров Известным блогерам, единим личностям Опять же, абсолютно нормальная, естественная практика Продвижения продукции И у меня, как у обывателя Вот возникал такой вопрос А среди людей, которые не там Собирают миллионы подписчиков Или смотрят априори по тому, что Тоже хорошо расходится эта одежда? Да, она действительно расходится У нас есть несколько магазинов Которые имеют целую сетку продаж И по региону в том числе Хибин, Териберка, Мурманск Все слоганы касаемо севера И Арктики Они действительно очень популярны Так получается, если у нас Даже если взять только те позиции Которые мы сегодня озвучили Вот сейчас Не вдаваясь особо в подробности У нас наши чипсы Наши ягодные соусы Предполагаю, что и настойки наши Я имею в виду алкогольного характера Наверняка также очень нравится туристам Потому что это экзотика Это интересно У нас есть наша одежда Обереги Саами И все моменты, которые Прямо пестрят, кричат И говорят о том, что это север И это интересно У нас все это есть А зачем конкурс? Потому что многие не знают О том, что есть в регионе И наша задача это все объединить И показать комплексно И как раз таки этот итог Объединения мы сделаем На арктическом фестивале Териберка 17 июля Где мы соберем лучших участников конкурса Проведем анализ Покажем это тем, кто приехал на фестиваль И наградим победителей конкурса Как он будет проходить? Какие вообще условия? Вот я знаю, что у нас Помимо команд и фирм Которые уже можно назвать брендами Перечисленные вами И известные рестораторы И франшизы Где продают одежду Нашу брендированную Есть очень много ремесленников Они тоже делают интересные вещи Опять же наши Ежесезонные ярмарки Которые проходят на улице Сваровского Уже ставшие традиционными Я думаю, уже можно В эфире так говорить Дают вот очень красноречивое подтверждение Моим словам Очень много предпринимателей Которые только-только Может быть налаживают бизнес Они демонстрируют какие-то свои интересные товары Поделки Это же все тоже относится к сувенирной продукции И те туристы, которые попадают Особенно если ярмарка проходит где-то в новогодний сезон Они просто сметают их без остановки И логично Они классные, они необычные Их не встретишь в магазине Они также будут принимать участие Могут принять участие в этом конкурсе Да В этом году мы решили не ограничивать участников конкурса И сделали только одно базовое условие Что те, кто подает заявку, должны быть старше 18 лет Нам на данный момент неинтересно Это физическое лицо, юридическое лицо Самозанятые Абсолютно все могут участвовать И уже из всех этих заявок, которые мы получим Будем рассматривать, отбирать И прорабатывать с каждым из них индивидуально Что можно предложить Вот на этой вашей фразе только что Из налоговой тени вылезли заинтересованные радиослушатели и телезрители Так, значит, это неважно Хорошо, плюсик поставили Нет, на самом деле Физические лица тоже делают сувениры Многие из них работают как самозанятые И когда они участвуют на тех же фестивалях Они в любом случае Как самозанятое лицо Уплачивают налоги, если мы возвращаемся к этой истории Но Мы как серьезные люди обязательно в порядке Сейчас озвучили очень важный момент в прямом эфире На секундочку Все они могут принимать Ну, не так скажу В рамках вот именно этого конкурса Условия гораздо более щадящие То есть главное, чтобы было 18 лет И была продукция, которую ты готов предоставить Продемонстрировать, поделиться Да, абсолютно верно С 6 июня мы начали прием заявок До конца июня мы их продолжаем собирать Уже подано порядка 40 заявок Но это только начало Плюс у нас есть заявки в муниципалитетах Где региональные координаторы из администрации Помогают нам сбором Особенно это удаленные территории Терского и берега Кандалакша, Кавдор Лавозер и так далее Они нам в конце месяца Все эти сувениры заявки передадут Комиссия будет их рассматривать И уже подведем итоги через неделю А заявка может в каком-то случае не пройти Если человек уже есть 18 лет Ну, то есть какие-то еще условия при поны стоят Нет То есть нет такого, что, например, извините Но ваш сувенир нас не заинтересовал Вы не подходите для конкурса Нет, мы будем рассматривать абсолютно все заявки Жюри будет каждую заявку оценивать По определенным критериям Подходящим к фестивалю Это и соответствия тематики Номинации, в которые был подан конкурс Это визуальное оформление Это габариты этого сувенира Потому что нам важно, чтобы эти сувениры Можно было с собой брать в ручную кладь То есть до этого Возвращаясь к соусам Которые мы с вами обсуждали как сувениры Раньше они были все в бутылках Больше 100 мл И многие не могли их с собой ввезти Сейчас же предприниматели Сориентировались, поняли Доработали эту всю историю И теперь это есть формат до 100 мл Который увозят с собой туристы на память И возвращаясь к вопросу таксидермии Которую мы поднимали в самом начале нашей беседы Тоже не получится Товар должен помещаться в ручную кладь Даже если вы в рулон этого мешка закадаете Вы сказали, что разделено по номинациям конкурс Да Какие это номинации? Самая главная номинация Это арктический сувенир Это изделие, которое станет символом путешествия В Мурманскую область И станет ярким воспоминанием для туристов Вторая номинация Это, конечно, этнический сувенир Где будет вызывать ассоциацию С народом Сами, поморами Которые проживают у нас на территории Мурманской области Гастрономический сувенир, конечно же Это напитки или пищевой продукт Напиток обязательно должен быть безалкогольный Увы Да, да, да Ну и требования к этой номинации Что должны быть все разрешения, сертификаты соответствуют Естественно, естественно То есть если ты просто об обмане, который думал Варишь что-то из ягеля, не получится Нет, не получится А вот у нас не получится сейчас сразу сходу продолжить беседу Потому что наши линейные ведущие показывают Что нам нужно выйти на рекламную паузу Я рекомендую не переключать ФМ-волну и свой телеканал По завершению рекламного блока мы вернемся к беседе Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия Совместный проект радио-рекорды телеканала Арктик ТВ Я ее ведущий Николай Дукмас В гостях у нас сегодня заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга Комитета по туризму в Мурманской области Денис Мальцев В первой половине программы мы начали обсуждать конкурс Заявки на который принимаются с начала июня или с 6? С 6 июня И к завершению месяца сбор заявок будет закрыт Конкурс называется «Мурманск стрелковый сувенир» Это региональный конкурс На котором могут принять участие практически все мастера по созданию сувениров В возрасте от 18 лет Конкурс делится на три номинации Арктический сувенир Абсолютный символ То есть самый-самый главный сувенир Который теоретически должен у человека вызывать прямая ассоциация Я сразу представляю какого-то миниатюрного вязаного Алешу Потому что это в таком духе на фоне северного сияния Ну то есть это моя фантазия, если что, разбирайте Этнический сувенир Это как раз к традиционной продукции сами и наших коренных народов Которые будут обладать именно этим колоритом Гастрономический сувенир тут все просто Это наверняка что-то связано с арктической кухней Что-то абсолютно северное Единственный момент, как мы выяснили, важный Если это будет продукция питьевого характера Она должна быть безалкогольной Алкогольная продукция не будет принимать участие в конкурсе Еще две номинации, которые не успели озвучить Да, и в продолжении гастрономического сувенира Срок годности должен быть не менее 30 дней Это тоже важно знать тем, кто планирует участвовать Да, и тем, кто планирует приобретать тоже Четвертая номинация – это экологический сувенир Здесь будет изделие, изготовленное из вторично переработанных Или натуральных, или полностью возобновляемых материалов Благодаря чему экосувенир не будет наносить вреда окружающей среде Либо же это должно быть изделие, предназначенное как раз-таки Для сохранения природных ресурсов Или предотвращения загрязнения природной среды И пятая номинация – это тематический сувенир Подарочное изделие или изделие к определенному празднику или событию Либо это набор разноформатных сувениров Такие комбо-боксы, которые можно будет с собой увезти Тематический сувенир, тут хотел бы зарастриться ненадолго Подразумевается, что сувенир может быть направлен и подгадан под любой праздник? Да, допустим, возьмем фестиваль Териберка или Пасха Формируется какой-то бокс, который будет сделан в едином стиле И это комплект, я не знаю, варенье и чай Условно сейчас предлагаю Либо какие-то еще модификации То есть мы даем полную фантазию Я знаю, что сейчас уже есть готовые решения у некоторых в регионе Это и бокс для охоты за северным сиянием в Кировске существует Где туристам выдается термостакан, питание с собой Плюс сувенирная продукция с хибинами Это те истории, которые должны внедряться в регионе и должны быть популярны Ну, конечно, это сразу удобно, так называемый бандл Вот у тебя шарфик, плед и стикеры, которые можно на кружку сделать, наклеить Да, абсолютно Вполне удобно Фестиваль Териберка, вот тоже вы отметили У него же есть тоже какой-то свой определенный лейтмотив, дизайнерские решения? Конечно, есть Разработан логотип фестиваля, разработан брендбук Многие предприниматели уже запрашивают логотипы для того, чтобы готовиться к фестивалю И готовить сувенирную продукцию тематическую Вот я просто поэтому для того и спросил То есть, например, кто-то нас сейчас слушает и смотрит из потенциальных авторов этих сувениров И думает, что у меня как раз есть идеи Они вполне могут обратиться Велкам, мы ждем Значит, на момент времени уже 40 заявок, на сколько вы примерно рассчитываете? Мы не ставим для себя какой-то цели, минимальный порог Я думаю, что будет достаточно много заявок Ну, 100, наверное Может быть, даже больше Это прилично Какой-то конкретной цифры мы для себя, так как это первый конкурс, не делаем Это большие игроки, те, кто уже подал заявку? Или вот как раз есть люди, которые еще не успели себя показать? Абсолютно Есть те, кто физические лица, которые приходят и говорят Вот мы хотим начать, но мы не знаем с чего Давайте мы попробуем в рамках конкурса это сделать Есть те, кто уже достаточно давно на рынке Есть те, кто сейчас еще только готовится подавать документы Заявку и образец сувенирной продукции для того, чтобы участвовать Как, собственно говоря, подается заявка, как и где? Физически заполняется анкета Ее всю информацию о конкурсе можно найти на сайте комитета по туризму Мурманской области Там же есть заявки для участия, которые необходимо заполнить И вместе с этими заявками, этим сувениром нужно принести все На Кнеповиче 48 в комитет по туризму Мы все бережно храним все работы И потом будем рассматривать на комиссии Победа в конкурсе Конкурс подразумевает победу Я думаю, что иначе это был бы просто фестиваль, грубо говоря Будут призовые места Что ожидает человека, который получит гран-при, назовем это так Или нет абсолютного победителя, а есть победитель в каждой из пяти номинаций Будет победитель в каждой из пяти номинаций И те подарки, назовем их так, подарки Мы полностью не будем раскрывать Но знаю, что по одной из номинаций сувенирная продукция будет представлена В одном из сетевой гостиниц на территории России И это такая хорошая точка продаж Для наших региональных мастеров, предпринимателей, которые работают Есть и другие плюшки Но пока не будем раскрываться Хорошо, хорошо, без проблем Я, конечно, думал, что получится вас раскрутить на все плюшки Ну ладно, крепкий Олег попался Вопрос такого характера Многие люди, когда участвуют в конкурсах Особенно серьезно В конкурсах, где планируются и качественные призы И в организации так или иначе задействованы правительственные рычаги Опять же, без какой-то негативной коннотации То есть я говорю о господдержке И в организации это очень важный момент Значит, ты уже понимаешь, что здесь будет все серьезно Люди боятся, что участие в конкурсе обречено на провал Если ты уже не именитое лицо Это знаете, как, не знаю, какой-нибудь кастинг на песенном фестивале На человек приходит, который просто там самоучка из Рязани Вот он волшебно поет И парень с какого-нибудь авторитетного лейбла С поддержкой медиагигантов Нет, наоборот Мы только за, чтобы открывать новые имена В рамках конкурса И одна из задач, о которой я говорил в начале программы Это прямые коммуникации между предпринимательским сообществом и мастерами Которые приходят, чтобы они как раз друг с другом познакомились И вот это вот подведение итогов в рамках фестиваля Телеберка Как раз и станет вот этой площадкой по соединению, знакомству, общению И налаживанию новых контактов Я знаю, что в Мурманске, например, есть прекрасная история Варвара Арт-пространство Которая объединяет как раз таки мастеров И помогает им налаживать свои продажи в регионе Того творчества, которое производят им Это ведь частая история Мастер далеко не всегда предприниматель Очень часто Вот поэтому надо их учить, обучать, подтягивать в эту историю Чтобы переходить так или иначе в коммерческую составляющую А как будут оцениваться Вы сказали, что там будет формат по габариту, по характеристикам Ну то есть это основные критерии, которые должны учитываться А остальное, сувениры, это все-таки творческая продукция Абсолютно творческая У нас, как я уже говорил, соответственно номинации конкурса Это художественно-стилевые особенности При использовании и подготовке этого сувенира Качество изделия, оригинальность его Привлекательный внешний вид Возможность массового изготовления сувенира Потому что мы понимаем, если мы говорим о коммерческой составляющей То этот сувенир должен быть на потоке История Я могу сделать один сувенир в течение шести месяцев Ну да, конечно Он может быть очень эксклюзирован и интересен Да, в массовом формате Габариты, размер, вес, чтобы это можно было удобно с собой брать Это общее впечатление о сувенире Потому что не всегда удается стоять рядом с этим сувениром И рассказывать его историю, почему он такой Многие, которые приходят и хотят купить сувенир Они оценивают это своими глазами И, конечно же, полезность этого сувенира Чтобы он не просто был заброшен в какой-то долгий ящик У того, кто его приобрел А он действительно либо стоял, радовал Либо помогал и пользовался Я просто к тому, что некоторые из перечисленных моментов Такие как общее впечатление и полезность Это все-таки больше субъективно Это не математика, которую можно вычислить А не один человек будет оценивать? Не один Конкурс на комиссии с 13 человек Это будут и региональные эксперты В области и туризма И сувенирной продукции Так и федеральные эксперты Например, гастрономический сувенир Нам будет помогать Екатерина Шаповалова Координатор и руководитель проекта Гастрономическая карта России Она не так давно была у нас в гостях Не только сомнения в том, что Все не будет оценено по достоинству Екатерина действительно мастер своего дела Такой вопрос Эти сувениры участники будут презентовать сами На фестиваль Тереберка? Нет, это одна из особенностей этого конкурса Мы хотим, чтобы визуал сувенира И то, как он выглядит И насколько он может быть в дальнейшем Быть продаваем Плюс описательная часть, которая будет указана в заявке Из этих всех составляющих Будет формироваться решение О присуждении победы Или статуса участника конкурса Ну, то есть, в данном случае не будет истории Когда каждый из участников как-то хитрит Я имею в виду, делает, допустим, свой эффектный стенд Все мы знаем, что там визуальная составляющая Она может очень сильно перекрыть Да, мы всех ставим в одинаковые условия Вот, пожалуйста, заявку заполняйте, описывайте Ее эксперты все внимательно прочитают Ознакомятся Плюс посмотрят на то, как выглядит действительно этот сувенир И уже в дальнейшем примут решение Что касается гастрономического сувенира То он предоставляется в двух экземплярах Чтобы один экземпляр комиссии могла протестировать на себе И второй будет выставочный образец Я понял Все представленные сувениры Будет возможность у наших жителей увидеть? Или только те, которые займут призовые места? Все сувениры, которые будут поданы Они будут представлены на фестивале 17-го числа В рамках лаборатории сувениров Которые мы проводим Там будут и победители, и все участники Ну, в таком случае могу сказать только одно Увидимся на Териберке И увидим все своими собственными глазами Спасибо за беседу Было очень приятно пообщаться Всего вам доброго До свидания Открытие студии Открытие студии Открытие студии Продолжение следует...